Рукта 10 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 я пытаюсь найти десятку и тоже нахожу красного 1 2 красная и здесь семерка красная наглуша в сумме 10 я тоже забирает как здесь я нахожу оранжевую десятку 64 и сразу же умудряюсь найти еще одну десятку еще одно оранжевую 244 и вот таким образом мы перегонки мы разбираем всю колоду кто набрал больше карт кто-то победил для игры с детьми есть несколько упрощенных вариантов правил во первых можно давать игрокам по две карты чтобы они могли искать соответствие между ними и карты никто не уводил у них из-под носа один игрок ищет фруктовую десятку между этими картами другой между этими картами как только игрок находит фруктовую десятку он показывает ее забирает карты и получает новое задание кто в итоге наберет больше карт кто-то победил еще более простой вариант. Искать на карточках совпадающие числа, но при этом эти числа должны быть по фруктах одного цвета или вида. Вот, например, здесь есть ананасовая тройка. Тройка, которая здесь в ананасе и здесь в ананасе. Игрок, который находит ананасовую тройку, забирает эти карты в наград. Еще во всех вариантах игры можно ходить не на перегонки, а по очереди. В том же базовом варианте игры, когда в центре лежит стопка, а игрокам, розданные изначально по одной карте, они могут по очереди находить фруктовые десятки и забирать себе карту. Также есть усложненный вариант игры. В варианте игры 3.15 правила похожи на правила фруктовые десятки. Отличаются два момента. Во-первых, задания после каждого хода меняются, надо искать не десятку, а сначала тройку, потом четверку, потом пятерку и так далее до 15. Во-вторых, здесь можно использовать не только сложение, но и вычитание. Выглядит это так. Начало игры. Игроки открывают карты и я нахожу фруктовую тройку. 8.5. Грушевая тройка и зеленая. Смотрим на карты. 2.2. Оранжевая четверка. Я веду в счете. Ищем уже пятерку. 3 плюс 2. Желтая. Теперь уже ищем шестерку. 2.8. Разница 6. Красная шестерка. Ищем семерку. И так до 15. Задание постоянно меняется. Игра намного динамичнее. Есть и еще один непростой вариант игры. Максимум. На стол выкладывается сразу две карты, а игроки на перегонки стараются назвать цвет или фрукт, сумму чисел которых будет наибольшей. Я называю... Желтый. А я называю... Ананас. Давай считать. В ананасе 8.3.2. 13. Желтый. Здесь у нас 9. 9 плюс 19. 28. Я выиграю. Да. Игрок, который назвал больше результата, забирает карты. И выкладываются следующие две карты. Я называю... Грушу. А я клубнику. У меня здесь 12 плюс 9. 21. А с грушей я погорячился всего лишь 13. Чтобы упростить этот вариант, можно играть только одной картой и называть на одной карте наибольшую сумму. А чтобы усложнить, можно выкладывать 3 или 5 карт для того, чтобы игра соответствовала по уровню сложности запросам игроков. Вот сколько интересных и полезных игр с числами вы найдете в такой маленькой коробочке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова